Вторая речка, торговый центр Грант, салон сотовых телефонов связной. Около девяти вечера сюда абсолютно спокойно вошел молодой человек. То, что происходило в магазине дальше, засняли камеры наблюдения. Видео напоминает фильм ужасов. На этих кадрах преступник входит в зал. Девушка клиента встретила. Убедившись, что он остался наедине с продавцом, молодой человек попросил показать ему планшет. И в этот же момент достал нож и стал бить девушку. Она попыталась оказать сопротивление, но убийце это не помешало. В результате больше десяти ножевых ранений. Смертельный удар был в сердце. На прошлой неделе на улице Русской в городе Владивосток в салоне сотовой связи была обнаружена женщина. Продавец-консультант с признаками насильственной смерти. Это множественные раны в области тела. По данному факту, следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено статьей 105 Уголовного кодекса это убийство. По делу проводится комплекс оперативно-следственных действий. Назначены судебные экспертизы. Иная информация на данном этапе расследования не разглашается. Уже известно. Девушку звали Светлана. Ей было 25 лет. Сиротой остался ее четырехлетний ребенок. Перед смертью, истекая кровью, она успела нажать на тревожную кнопку и выбраться на улицу. И уже прохожие вызвали скорую. Умерла девушка в больнице. В салоне, где она проработала полтора года, происшествия никак не комментируют. Как не комментируют и отсутствие охраны в магазине. Убийцу полицейские найти не могут уже неделю. Но на преступника объявлена настоящая охота. Сотни пользователей соцсети распространяют его фото с призывом сообщить следствию любую информацию. Есть версия, что свою жертву молодой человек долго выслеживал. Похожего на убийцу неоднократно видели возле магазина. Версия с ограблением пока под вопросом. Ни денег, ни товар молодой человек не взял. Зато на видео оставил все свои приметы. Рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в мастерку серого цвета с капюшоном. Темные шорты, кроссовки светлого цвета. С информацией обращаться в полицию. Евгения Клепикова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.